Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать о самой ловле. Я продолжаю готовиться к сезону, кое-что подкупил, кое-что сделал. И хотелось бы рассказать, ну, вкратце, скажем так, что мне понадобится для ловли сама, для ловли сама на Клок. В данном видео я покажу, значит, квоки, которыми я пользуюсь, спиннинги, которыми я буду пользоваться и которым, наверное, спиннингом я пользовался до этого. В этом году я взял себе чуть-чуть спиннинги помягче, но в то же время очень прочные, с 10-летней гарантией. До этого у меня был спиннинг Шимана Бестмастер, его уже, в принципе, давно не производят, я им пользовался очень долго, но он для меня был жестковат. Для тех сомов, которых, ну, приходится мне ловить, то, что мне попадается, для моего, скажем, районного ловли данный спиннинг чересчур жесткий. И порой это, скажем так, сама отпугивало. То есть сом, когда делает свою поклевку, когда он делает подход, сталкивается, значит, с определенной вот этой вот жесткостью. Вот, и я так понимаю, что, ну, это как мой вариант, я так понимаю, что он уходит, то есть сом не успевает заглотить приманку. Поэтому взял спиннинги более мягкие, сейчас их покажу поближе. Вот, взял, значит, в этом году, где он, вот, новый еще один квок, от уже известного мастера, от пермского мастера Димы Квок. Заказал себе квок с более маленьким пятаком. Хочу сравнить, значит, две круглые эски, то есть одна побольше, это которые Дима делал всегда. И в этом году он начал, значит, делать квоки с более мелким пятаком. И вот хочу, короче, сравнить, как это будет звучание. Форма ножа моя любимая, она мне полюбилась. Я с такой формой столкнулся только у Димы Квок, и мне она реально очень легла в руку. Ну, мне намного удобнее именно с такой формой оказалось работать, чем с прямым, или чем просто, значит, с серпообразным. Вот. А себя нельзя плюнуть. Форма, значит, называется этот татарский квок. Кто, значит, не смотрел ранее видео, ручка у данных квоков сделана из материала ЭВА. Квоки плавающие, то есть, ну, потерять их невозможно, утонуть они и не утонут. Хотя, на самом деле, когда люди спрашивают, плавающий квок или тонущий квок, каким пользуешься, вот, и, допустим, там, все-все что-то ищут плавающие квоки. Я до этого пользовался, на самом деле, квоками тонущими, с деревянными ручками, такими, ну, квок, который не плавает. И ни одного квока я не утопил, не потерял, потому что, когда у нас поклевка, мы не бросаем его в воду, а мы его кладем рядом в сумку, в ведро. Опять же, лучше на пол не бросать, чтобы не раздавить квок. Квок надо положить, я говорю, или в ведерко, где у нас рапан, там какая-то наживка лежит, или специальная сумка какая-то рядом стоит со всякими мелочами. У меня, вот, зачастую, вы видите, значит, в лодке, значит, белая сумка. Вот, а так, в принципе, я говорю, квоки у меня не тонули и не были сломаны, потеряны. То есть, ни одного квока я не потерял. Но, все равно, то есть, значит, плавающий квок, это, наверное, намного, как бы, как-то, как говорится, спокойнее. Квоки плавающие. У меня Димкиных квоков уже довольно-таки много. Квоки, значит, он делает из дюрал-алиминя. Это авиационный материал. Материал довольно-таки прочный. И, на самом деле, он легче титана. То есть, если сделать титановый квок такой же толщины, то он будет реально намного тяжелее. При работе с данным квоком лезвие не гуляет вправо-влево. Как правило, у титановых квоков нож тонкий и нож гуляет, особенно на волне. Вот, это тоже не есть хорошо. Поэтому я в свое время, свела меня, скажем так, судьба с Димой квок. И я перешел на, именно, на квоки из дюрал-алюминия. Значит, мне в том году подарили квок на Ахтубе. Ребята, подписчики, к сожалению, я даже и не помню, кто. То есть, как бы, контакт я потерял данных людей. Но хочу поблагодарить, если они смотрят данное видео. Спасибо им огромное. Квок рабочий. Если напишите в комментариях, если напишите в комментариях, то я, значит, может быть, кому-то тоже порекомендую вас, как, если вы будете изготавливать там на заказ, то вас тоже порекомендую. Правда, данный квок деревянный и он тонущий. Питак у данного квока тоже немаленький, но квок рабочий. Реально рабочий. Мне понравилось, как он работает. Спасибо, ребята, вам за подарок. Данным квоком приятно ловить. Я буду ловить. Спасибо. Что еще? Давайте я, наверное, про мелочи скажу чуть попозже. Я тут приобрел разные всякие девайсы. Значит, сделал оснастки. Кое-что я уже показывал, но еще раз покажу. А сейчас я вам расскажу про спиннинги. Значит, взял я себе в этом году от компании Sportex палочки по саму, но, значит, скажу сразу, данными палочками можно и троллинговать. То есть, чуйка у них довольно-таки неплохая. Я это еще раз протестирую на воде и тогда уже подтвержу основательно. Но предварительно я уже могу сказать, что это универсало. То есть, мы можем взять эти палочки с собой на воду, значит, как на троллинг, так и на квок. То есть, мы взяли с собой ящик для квока с какими-то оснастками, там, квоками, всякими приблудами, инструментами. И взяли ящик с воблерами. Мы просто, грубо, меняем оснастку троллинговую на квок. Или, наоборот, оснастку квока убираем, ставим воблер и начинаем троллинговать. Это довольно-таки очень удобно. Тот, повторюсь, спиннинг, который у меня был ранее, он очень-очень-очень жесткий, очень дубовый. Там реальный дрын, скажем так. То есть, он для троллинга никак не подходил. Поэтому для квока мне показалось, что он нормальный, но на самом деле он был, конечно, очень жестковат. Я поговорил еще с ребятами, с профессионалами, кто, ну, побольше меня, скажем так, ловит квоком. И они мне все-таки порекомендовали палочки поискать понежнее, скажем так. То есть, они должны быть все-таки, конечно, жесткие, мощные, но понежнее той палочки, которая у меня была. Давайте я вам покажу сейчас, значит, их поближе. И покажу, опять же, ну, строй удилища, жесткость удилища. Это специальное самовье немецкое удилище. Разработано специально под самовью ловлю. Как вы видите, оно не особо жесткое. И им вполне можно троллинговать. Повторюсь, спиннинг имеет вполне неплохую чуйку. Кольца стоят, ну, скажем, высокие, средние, не знаю. Для высокого мульта вполне подходит. И подходит для любой безнерационной катушки. Удилище довольно-таки жесткое, но в то же время не дубина. Уже исходя из своей практики и от разговоров уже с такими, скажем, очень мощными профессионалами, с самовьями, вот, я понял, что нужно удилище в меру жесткое. Сильно дрын не подойдет, сильная дубина. Чтобы, допустим, при поклевке сом, когда клюет, он должен согнуть его, но в то же время сразу, бум, не упереться в стену. То есть он должен почувствовать какое-то препятствие, чтобы получить какой-то азарт. Но в то же время он не должен упереться сразу в стену, как в колу, и все. То есть вот такого плана удилища вполне подойдут. И данные удилища неплохо будут вязать рыбу. Будут хорошо амортизировать и сомы уже не сойдут. Повторюсь, это специальная сомовья серия. Данный спиннинг имеет офигенную пол, что позволит нам хорошо вываживать сома от бедра. Установлены специальные тюльпаны для вертикального пола. Следующий спиннинг это уже многим известный Спортекс Магнус Джиггинг. Тревел из четырех частей с тестом в 50 ЛБ. У данного спиннинга также большой грибкообразный упор. Пожестче чуть-чуть. И бланк потолще, и само по себе пожестче. Но в то же время, как мы видим, это тоже не дубина, не дрын. Данный спиннинг имеет вполне неплохую чуйку. Несмотря на свою такую мощь. И вполне подойдет для ловли троллингом на крупные приманки. Особенно на водоемах с течением. Также данный спиннинг оснащен первым довольно-таки высоким кольцом. Опять же, они силовые, колечки все. И данное кольцо позволит нам использовать как высокие мультипликаторные катушки, так же и безнарционные. Каждое удилище Спортекс продается вот с таким паспортом. Оно прикреплено вот так к ручке. Мы его потом отсюда снимаем. И каждый паспорт имеет свой серийный номер. И чтобы получить официальную 10-летнюю гарантию на бланк и 2 года на фурнитуру, мы должны данный паспорт, данный серийный номер зарегистрировать на официальном сайте Спортекс. И еще, друзья мои, напоминаю, что у официального дистрибьютора компании Спортекс в России вы можете получить дополнительную 10% скидку по моему промокоду. Промокод DIVIR10. Писать его нужно обязательно английскими буквами и большими буквами. Ну а теперь давайте я вам покажу еще, что я приобрел. Приобрел я себе бинт медицинский эластичный, сетчатый. Такая вот труба. Для чего же я ее приобрел? Ну, кто-то из вас, наверное, смотрел уже видосы в интернете, тоже разных людей. Я тоже посмотрел и решил себе взять. Взял я данный себе бинт, такую трубу, да, сетчатую, вот, для насадки, для наживки. То есть сюда я буду помещать рапан, сюда я буду помещать печень куриную, там, я не знаю, какую-то такую наживку, которая на крючке плохо держится, сом ее стаскивает, но в то же время он ее очень любит. То есть на крючке крепить ее довольно-таки тяжело. И я буду делать как бойл, то есть большущий такой бойл. Буду набивать его, вешать на крючок, и сом, как бы он ни пытался ее стащить, он ее не стащит. И в итоге он ее, я думаю, что как-то должен заглотить и попасться ко мне на крючок. Буду пробовать. Видео я видел, значит, в интернете. Всякие мужички ловят довольно-таки неплохо. Я не ловил так ни разу, но буду пробовать. Взял я себе довольно-таки приличное количество этих бинтов. Я думаю, что мне их хватит. Вот, по поводу оснастки. Сразу уже закроем эту тему. Расскажу я, попытаюсь рассказать, скажем, полностью. Значит, ранее я ловил, вот, вообще ранее я ловил без всяких заманух. Вот это называется замануха на сама. Значит, ранее я ловил без всяких заманух. Потом, значит, опять же, тоже насмотрелся видео и решил попробовать из заманухи. Раньше я ловил вообще просто, значит, скользящее грузило со стопором, чтобы оно можно было регулировать. Стопор регулировался, чтобы оно к крючку не подходило. Вот, и сам поводок. Поводок где-то был в районе метра. Вот. И, в принципе, неплохо ловил. Но что-то потом как-то с крупными самами стало проблематично. И я начал искать какие-то варианты другой ловли, чтобы, скажем так, заманить сама. И вот вышел на всякие разные заманухи. То есть, это дорогая заманушка. Она стоит в районе тысячи, там, тысяча с лишним рублей. Вот. Действует она... То есть, на самом деле, здесь был тройник поменьше. И он был вот сюда, прям под юбкой висел. Вот. Я его переделал. То есть, вот сюда я вешаю рапан. Вот. Надеваю на этот тройник. А эта штука, она вот на волне, когда, допустим, грузило, там, да, подпрыгивает. Оно издает вот такой звук какой-то определенный под водой. Вот. И, соответственно, вот эти вот резиночки, они тоже, наверное, как-то заманивают сама. Ну, не, наверное, а точно заманивают, потому что, на самом деле, поклевок стало в разы больше. Вот. Это дорогая замануха. Она сразу же с грузилом идет. Вот. Вес у нее, данной заманухи, 150 грамм. Производитель Мэткэт. Это немцы. Это все качественно, но дорого. Замануху можно сделать самому. Из всяких резиновых шариков, каких-то там разнообразных всяких резинок. То же самое, наверное, можно... Ту же самую венгерку можно использовать, резинку. Значит, вот такие... Ну, как это, бусинки, не бусинки, шарики, не шарики, да. Это можно купить... Бисерк, или как это называется, не знаю. Это можно купить, значит, в отделе рукоделия. И все это можно сделать самому. Еще как вариант, вы покупаете вот таких вот кальмарчиков. Производители тоже разные есть. В интернете можно найти. Я пользуюсь вот этими. И делаем вот такую замануху. У меня, значит, внутри два скользящих грузила. Одно и второе там. И когда, значит... И они друг от друга бьют. Лучше, конечно, использовать какой-то вольфрамовый грузил, еще какие-нибудь там, ну, чтобы звук получше был, да. Но у меня этого нет, у меня свинец. И когда я удилищем подергиваю, какой-то звук, какой-то там резонанс идет по воде тоже. Очень хорошо ловит. Значит, здесь у меня висит вот такой крючок. Прямо под юбкой. Видите, да. И ниже еще один крючок. И сюда я подвязываю еще шерстяные нитки. Шерстяные нитки нужны для того, чтобы сом сразу не выплюнул. То есть эти шерстяные нитки цепляются ему за щетину. Опять же, эти шерстяные нитки можно промокнуть каким-то аттрактантом. Они сразу, ну, как бы, он сразу не смоется, и запах какой-то будет оставаться. Вот. И данная система тоже работает. Я тоже сюда повесил вот эти шарики из отдела рукоделия. Они тоже, значит, там какой-то звук издают. Толщина шнура, толщина поводка. Толщина шнура и поводка, да, без разницы. Знаете, можно использовать какой-нибудь, даже капроновый шнур я все время использовал. В данный момент у меня, даже сейчас не скажу точно диаметр. Если найду фотографию, которую я раньше делал, я вставлю, значит, в видео. Не помню уже диаметр, но очень толстый. Очень толстый шнур. Это простая плетенка. Ну, как простая, очень толстая. Очень-очень толстая, которая продается на больших бобинах. Вот. В свое время я брал ее, значит, в не очень большой размотке. Вот в такой бобинке. Вот. Ну, как не очень. Довольно-таки приличный такой витраж. Мне хватит данной плетенки очень-очень надолго. Я думаю, что не очень-очень надолго, а на всю мою жизнь. И еще с кем-то даже поделиться могу. Вот. Потому что данную плетенку можно использовать или на какие-то переметы, или там, я не знаю, для цепов, или вот для таких, значит, оснасток. Вот. Как вы видите, длина приблизительно метр. По размеру крючка, да, они абсолютно могут быть разные. Все зависит от того, какого сама мылоем, на какую наживку сама мылоем. Длина приблизительно метр. Вот. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скажем так, чем наживка больше, тем больше крючок. Если мы ловим на какого-то живца большого, то, соответственно, нужен и крючок, чтобы он пробил ту же самую спину у живца и еще выходил с другой стороны, чтобы торчал, чтобы сон зацепился. Если мы используем маленькую наживку, скажем, в виде кузнечика, то нам и не нужен большой и причем толстый крючок, потому что если он будет большой и толстый, то кузнечик мы просто разорвем пополам и насадить только мы не насадим. Поэтому здесь нужен не толстый, довольно-таки тонкий, относительно тонкий крючок, но в то же время прочный. Тройники или одинарные? Да и теми, и теми я пользуюсь и в принципе последнее время даже перешел на одинарные крючки. Почему-то раньше я думал, что тройник хорошо будет цепляться и засекаться, потому что три крючка, а не один, но на практике получается, что одинарный крючок реально сечет лучше. Ну, так мне показалось. Но все равно, тройник я иногда использую, особенно когда нужно нацепить много-много, большой-большой шматок, скажем, того же самого, ну, рапана, ракушки, там, я не знаю, там, все там, мидии, там, как ее правильно называть, здесь у нас, в нашей полосе, я точно не знаю. Еще оснастка у меня есть вот такая, то есть с таким подводным поплывком, скажем так, чтобы приманка приподымалась. Вот так сделаны крючки, поплавок и грузило. Опять же метр. Повторюсь, можно ловить просто, используя метровый поводок. Здесь у нас грузило, тут у нас крючок. Главное, чтобы грузило до крючка не доходило. По поводу аттрактантов, ну, я не знаю, я пока сильно в них не уверовал, скажем так, то есть, вроде бы как работают, вроде бы как не работают. Некоторые ребята в интернете у меня спрашивают, значит, да не только в интернете, а когда на воде встречаемся. Как ты ловишь сама? Со дна? У дна? В полводы? Или где-то в предповерхностных слоях? Значит, все время по-разному, друзья мои. И опять же, допустим, сразу могу ответить на вопрос, на какой глубине я ловлю, да? То есть, если, допустим, та же самая Ахтуба, Волга, там, не знаю, я на Ахтубе, ну, ловил всегда. То есть, если, ну, скажем, основная глубина, основное русло, это где-то 5 метров, от 3,5 до 5 метров, вот. И есть ямы 10-метровые и даже 20-ти с лишним метровые. Так вот, на ямах 20-ти с лишним метров я крайне мало чего ловил в полводы и, скажем, в предповерхностных слоях. А вот со дна на ямах зачастую лучше ловится. Поэтому тут надо понимать, смотря где мы ловим. То есть, если мы ловим на большой глубине, то там, наверное, ближе ко дну надо все-таки опускать. Если мы ловим на 5 метров, ну, скажем, по 5 метрам я иду, да, я опускаю приманку где-то на 2,5 метра. То есть, в полводы где-то. Могу отпустить на 3 метра. То есть, да, могу приманку вести в метре от 1. Кстати, в метре от 1, вот тут спорный вопрос на самом деле, в метре от 1 или, скажем, в метре в 2 метров от поверхности. Иногда сом прям вот квочешь, квочешь, и он видно раз, пошел, 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 пошел. Ни на что не обращая внимания, он поднимается до поверхности, я говорю, практически вот до метра от поверхности. Да иногда даже видно, ну, не то, что прямо его видно, но, по крайней мере, пузыри он прям по кругу так пускает. Иногда даже, ну, типа выходы какие-то он делает, например, на поверхности. То есть, он прям поднимается наверх, не смотря, что там внизу. По какой причине, я не знаю. А иногда он поднимается до приманки, прямо вот натыкается, находит ее и идет за ней. Вот, на какой бы глубине бы вы ее не вели. На какой бы глубине ли. А бывает другая ситуация, к примеру, глубина 10 метров, мы опускаем, ну, скажем, где-то метра на 3 приманку, да, квочем-квочем, метра на 3 метра от поверхности, вот, а глубина 10 метров. А сом поднимается от одна, вообще отрывается, скажем, где-нибудь, ну, то есть глубина 10 метров, а он поднимается на 8-метровую глубину и дальше не поднимается. И, как правило, это самый крупный сом. И вот тогда нам приходится опускать к нему туда ее. То есть, мы по эхолоту смотрим, он поднимается, но дальше он не хочет подниматься. По какой причине, тоже непонятно. Он просто не отрывается, по сути, от одна. Он не уходит от своего убежища. Если мы стоим на месте, если мы стоим на месте квочем, то в итоге мы, возможно, его можем поднять. Хотя, говорю, бывают упертые такие сомы, которые просто не поднимаются. Не знаю, по какой причине. Они вот, я говорю, там вот раз, приподнялись и опустились. Приподнялись, опустились. Все. И приходится туда опускать и ловить практически со дна. Где-то в метре от одна. И тогда начинаются поклевки. И тогда только мы начинаем ловить. А так, сколько бы у нас там не болталось, приманка, скажем, предповерхность в слоях, мы ловим только или мелочь, или вообще ничего не ловим. Ну, ничего не ловим, такого не бывает. Все равно какие-то сомята долетают, как торпеды, прямо до поверхности. И все равно вашу приманку находят и попадаются. Но, говорю, зачастую, это, как правило, бестолковые, да, молодые. И особи, которые реально еще бесстрашные и дерзкие поклевки у них, они прямо вот виснут и все. И, как правило, такая целеустремленная, это мелочь, которая прям ни на что не смотрит. И, подлетая к приманке, ну, практически можно сказать, что, и можно сказать, что она клеет довольно-таки дерзко. То есть, не разбираясь там ничего. А более крупные, самые, и уже мудреные, они прямо вот чуть ли не общипывают приманку. И порой раз поклевка, раз клюнул, два клюнул, вытаскиваешь, а там уже рапана и нету. Или висит какой-нибудь там огрызок один. Вот, как-то он его прям снимает, прям губками видно, аккуратненько. Это просто, это просто непонятно даже как-то. В какую погоду ловить, да, спрашивают. И когда лучше ловить? Утром, днем, вечером. Всегда лучше всего ловить утром. Всегда. Это любую рыбу. Вот, утренний клев, это, я считаю, что самый лучший клев. Скажу вам даже так. Я в свое время думал, что вот я утром сейчас к судачку выйду. Вот, половлю его. Время потом будет, я щучку половлю. А вечером там, скажем, опять к судаку вернусь. Или там к саму. О, шишки. Шишки вам. Утром я судачка половил. А щучку я позже уже не половил. На Ахтубе даже. То есть кидаешь, 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 кидаешь. И все это впустую. А выходя утром за щукой, так же отлично, как и по судаку ранее, начинаешь отлавливаться по щуке. Причем и на колебалке, и на середине реки, и вдоль береговой линии. Щука активно и так же берет приманку с большей охотой утром. Даже, повторюсь, на таком водоеме, как Ахтуба и Волга. То есть утренний клев, его никто не отменял. Это самый лучший клев. Порой даже вечерний клев не такой хороший, как утренний клев. А ловить сома на самом деле можно и днем, в пекло, в жару, и утром, и вечером. То есть по сути целый день. Еще и ночью. То есть сом, по крайней мере, на Ахтубе ловится круглый день. Но, повторюсь, утренние сомы, они, как правило, крупнее и поклевок больше. Идти с плавом или якорице? Опять же, если мы ловим на яме, и яма короткая, то лучше за якорице. Допустим, оболовить здесь, половили, понимаем, что здесь сомов не очень, смещаемся на другую сторону ямы. Или посередине ямы встаем, или ниже по течению встаем. Опять же, ниже или выше по течению вставать? Тут, опять же, спорный вопрос, но мне кажется, все же ниже по течению самый лучший плюет. Потому что ниже по течению как раз собирается вся кормовая база. То есть, допустим, с переката ее смывает, вот здесь ее там закручивает, крутит, несет, и она оседает где-то в конце ямы. Вот в конце ямы, я думаю, что самое сомовие место. И по краям ямы. В начале ямы сом ловится, наверное, это уже на актив. То есть, на джик можно ловить сома. То есть, прям при свале с переката в яму, зачастую бывают сомовие поклевки. Это на колебола, на тяжелое, на джик, на тяжелые, на большие приманки. Опять же, троллингуя, стаскивая с переката в яму. Вот здесь, да, зачастую сом клюет именно в начале ямы. Что лучше, сплавом мотили якориться? Тут, трудно, опять же, сказать, и сплавом ловлю, и якорюсь. По поводу глубины, еще раз, да, на каких глубинах ловлю. На той же самой Ахтуле могу ловить и на трехметровой глубине, на пятиметровой, на восьмиметровой, на десятиметровой, на двадцатиметровой. Там, где есть сом. Там, где мы предполагаем, что есть сом. Скажем, есть места, где блюдо такое, да, это не яма. Это равномерное блюдо, без всяких обрывов, без всяких сильных бров, просто вот такой ниши, прям ровная, да. Есть береговые какие-то бровки, а дальше пошло, как бы, вот просто блюдо, как тарелка. Вот. И туда оно потихоньку уходит, уходит плавно-плавно, грубо там начинается там десять, восемь, семь, там, да-да-да-да-да-да-да и на три метра, на два метра все пошло там. Это, как правило, перед островами такое бывает. И вот на таких местах, причем ты начинаешь кучить где-то там на десяти метрах, и так сплавляешь, 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 и на трех метрах у тебя поклевка. На трехметровой глубине. То есть он или идет за тобой с восьмиметровой ямы, или бывает, что просто вот он там и стоит. Он там греется, там кормится, он там очень часто реально кормится, попадается и на джик, и на троллинг, и также попадается и на кок. Как идти далеко от берега или посередине надо идти? Опять же, тут все спорно. Я считаю, что ближе к берегу самов больше. Опять же, в вечернее время я бы ходил ближе к берегу. Вообще, лучше проходить всегда вдоль береговых свалов, потому что там, опять же, больше кормовой базы, и там саму кормиться есть чем, скажем так. Опять же, если там тихо и спокойно. Хотя были моменты, когда идешь-идешь, квочешь-квочешь посередине речки, а тебя вот уже к течениям, ветром прибивает к берегу. И там стоят дикари, они вроде бы там шумят и купаются, и рыбу ловят, и вот ты смотришь там, куда они бросают, ты вот идешь по этой границе, так уже их напрягая и себя. И тут у тебя бац и поклевка, прямо напротив них. И вытаскиваешь хороших самов. И люди там в ахрене нифига себе, говорят, мы там, блин, там где-то сомятницы ставим, мы там ловим сома, а здесь, оказывается, у нас такие эти. И потом это место забивают закидухами на сома, и уже там ничего не пройти. Так вот, почему он там ловится? Потому что они там чистят рыбу, туда, значит, кидают головы, значит, отрубленных рыб, там, потроха и тому подобное. Ему есть, что там есть. Опять же, да, туда подходит, опять же, бель, кормиться, и за белью, опять же, подходит он, сом. Вот. И такие сомы, как правило, как я понимаю, не боятся ни шума, ничего. То есть это какая-то каста экстремалов. А есть сомы, которые реально, вот, шум, все, их там уже не будет. Они были, ловились, но потом приехали дикари, приехали отдыхающие, и все, и поклевки прекратились. То же самое и по судаку. Могу сказать, такая же петрушка, что, допустим, некоторый судак, некоторые особи, некоторые касты этих экземпляров, прям вот в купальный сезон ловится офигенно, прям вот пляж, прям купаются все, а мы чуть-чуть встаем там как-то с краю и начинаем ловить судака. Как правило, это ниже по течению. Почему? Потому что, опять же, купающие подымают всякую муть, кормовую базу, идет за ними бель, и за этой белью идет пастух, хищник. Но некоторый судак боится таких шумов, и он предпочитает где-то стоять в корягах. Самое еще, наверное, самое важное, напоследок, это надо быть подготовленным к поимке саму. Мало того, хотеть его поймать, нужно быть готовым, когда он попадется. То есть быть готовым к поимке сама. Как его брать, и чтобы нам не попасться, скажем, на эти все свои же крючки. Они реально очень здоровые. Здоровые, острые, и реально могут... Это не маленький крючок, который зацепился там, а это крюк, который может хорошо повредить руку, и проблематично его оттуда потом будет доставать. Доставать, опять же, крючок, если вы попались на крючок, то если есть возможность до конца по мягкой ткани проколоть, то лучше проколоть уже до конца, откусить бородку, ну не бородку саму, а ниже бородки. То есть откусить сам крючок, цевьевого крючка, ниже бородки, чтобы потом просто в обратную сторону уже вынуть. Потому что с бородкой вы в обратную сторону крючок не выделите. Вы выделите его, но это будет рваная рана, это будет дольше заживать, намного дольше, чем вы вперед проколите, и поверьте, очень быстро все заживет. А обратно драть это сильная боль, адская, адская боль. И причем драная рана она потом заживать будет очень долго. Поэтому если есть возможность, и не в кости у вас попало, и не под ноготь, а именно мягкие ткани какие-то, то проденьте до конца уже, закусив у дела. Проденьте и откусите ниже бородки, и обратно спокойно вынимайте. Потом заливаете перекисью. Йодом, это всегда у меня в лодке присутствуют такие вещи, потому что сам неоднократно, ну не то, что неоднократно, но раза три за свою практику попадался на свои же крючки. И еще момент. Нужно иметь или бакур. Во-первых, большой подсак. Это для не очень крупных особей большущий подсак. У меня, допустим, в мой подсак влазят самые на 35 килограмм. Уже проверено. То есть даже на 40 можно туда уместить. Он как бы сворачивается калачиком туда, к колбочкам, и помещается. Но на пределе. Поднять, когда он просто поместит его туда, а там уже как-то, если вы один в лодке. Если вдвоем, все это намного проще. Если вы вдвоем в лодке, один одевает перчатку, какую-то мощную, там, кевуаровую, какую-то мощную строительную, сварочную, там, неважно какую, чтобы, главное, щетина его не повредила вас. И берете за нижнюю губу. И он просто замирает. Предварительно сама можно ударить по верхней губе. Допустим, там, пассатижами, специальные успокоители есть. Битый, я не знаю, чем там, другой стороной подсачника. Прямо вот по верхней губе. Не по башке лупить, а по верхней губе он делает рывок. Для чего это делается? Ноги думают, что, короче, он там отцепеневает, там, я что-то раз, там, все. Нет, нифига. Это для того, чтобы сом сделал еще один рывок. Возможно, поднимется еще раз, чтобы он сделал еще раз рывок. После этого рывка он дает очень много энергии. И после этого он уже намного спокойнее. Это делается только для этого. А не для каких-то там оглушений и еще и тому подобное. То есть, чтобы он сделал просто рывок. И причем рывок сделал такой хороший. То есть, вы должны к этому быть готовы. Дальше еще что? Если вы сама будете забирать, если вы его не собираетесь отпускать, то самое надежное, наверное, самое безопасное – это Багор. Перчаткой брать сама за рот, если у него там во рту ваша оснастка, тоже, поверьте мне, еще то занятие, и оно довольно-таки экстремальное. Поэтому Багор – это самый оптимальный вариант, но это не гуманно. Вот. Есть еще один способ, и я к нему очень долго шел. И опять же, благодаря Димке, Диму Квок, Диму я сегодня буду вспоминать очень много, он, наверное, быкается. Вот. Я думал, как это сделать. Думал реально, как это сделать. Мысли у меня были. Причем я в свое время сделал такую вещь. То есть, липгрипом сама не взять. Если вы возьмете липгрипом, если он сделает рывок и крутанется, он у вас или сломает липгрип, или вывернет вам руку. Липгрипом сама брать большого сама не стоит. И что же я придумал в свое время, так и пользовался. Я, значит, у меня была веревка длинная, на одной конце у меня петля была, я ее цеплял, там, скажем, в лодке за что-то, там, не знаю, чтобы там, как правило, за ручку, какую-то, ну, в лодке есть ручки, да, для лодки, цеплял, значит, за эту ручку. А на другой стороне я привязывал просто палку. Кукан такой делал. И, опять же, длинную палку, главное длинную, не короткую, чтобы там продеваться, а длинная палка, чтобы мы могли смело, у нас же там оснастка внутри, опять же, веревка должна быть такая, не цепучая, чтобы зацеплялась за крючки. Это все, конечно, тоже киморно, но я так пользовался. Я продевал через рот, значит, в жабру эту палку, быстро с той стороны ее вынимал, и сон у меня оказался на кукане. Но при таком раскладе, опять же, тяжело вытаскивать эти оснастки наши оттуда. Это тоже не совсем правильно. Но если сон здоровый, то каким-то макаром это все хотя бы у вас буксировать. К берегу это позволяло. Вот. И я долго думал, что же мне придумать. И я увидел, не помню уже когда точно, я увидел у Димки вот такой кукан. Значит, смысл его работы. Немножко его раскрываем, губу сюда, значит, прям нижнюю продеваем, и он сидит у нас на кукане. Вот на этом захвате. Все. То есть мы его закуканили, и таким же макаром мы можем его теперь отбуксировать. У меня как-то люди спрашивали, а как он там, это значит, в действии, как он это замыкает, и повреждается ли сон. Если он даже повреждается, то с таким повреждением, ну, в губе, скажем, с этим повреждением, сон будет жить. Ничего ему не будет. Но ваши руки будут целы. Если сон здоровый, вы сможете за эту веревку его отбуксировать к берегу, и там уже с приманкой заниматься. Вот. Или, я говорю, повторюсь, как-то аккуратно брать. Вообще, самовья рыбалка, она очень опасна. Очень опасна, если сомы попадаются очень большие. Опасна она именно тем, что мы используем, опять же, тройники. Бывает два. Там один тройник, другой, второй одинарный крючок. Или тот же самый. Чем больше крючков, на самом деле, тем опаснее. Я почему никогда не любил такие двойные оснастки? То есть, да, один крючок сверху, другой крючок. Во-первых, это не совсем законно. А во-вторых, это довольно-таки опасно. Когда-то это может отразиться все на вас. Один крючок всегда проще извлечь. И проще брать за нижнюю губу, когда вы видите один крючок, вот он на виду, берете аккуратно, стоит с этой стороны, справа, слева, посередке. То есть, вы как-то это дело знаете. Не дай бог попасться на второй ваш же крючок. Очень классная прибода такая, приспособа. Опять же, один киквок. Ну, и, наверное, напоследок, какие приманки, какие наживки использовать? Проще всего использовать то, что есть под рукой. На Ахтубе... Нет, скажу так. Проще всего использовать то, что есть под рукой, но не всегда это приводит к поимке, скажем, хорошего сама. Как правило, чем сложнее добыть приманку, тем сом больше, тем сом вкуснее, скажем так. Значит, на Ахтубе самое проще всего, на Ахтубе налоги проще всего, это добывать вот этих вот больших рапанов, не знаю, улиток там, короче, мидий там, речного рапана, скажем так. На данную приманку проще всего ловить. Мы собрались поехать, допустим, там, ловить днем, вечером, на косы заезжаем, собираем рапаны, в ведро накидали, все, и поехали. Как это делается, как это оснащается, я тоже в видосах ранее показывал. Значит, но вот именно на Ахтубе, на Дону, на Волге лучше всего ловить на кузнечика и на червя. На червя, на большого, на выползка. Вот. Сома просто прется от этой хрени. Но червя в жаре сохранить очень тяжело. Кузнечика нужно ловить ночью, где-то в часов 12 ночи, он выползает наверх, значит, на саранча, кузнечик, лучше на саранчу, значит, он выползает на травку, там, на поверхность, на самой верхушке травки. Мы фонариком светим, ходим, собираем. Занятие еще, скажу вам то, тоже, значит, 12 часов ночи, как правило, в Астраханской области я спать ложусь где-то полдевятого в девять. Еще до 12, если есть дать собирать этого сама, эту наживку для сама. Вот. Опять же, как ее хранить? То есть, собирать ее и класть в какой-то холодильник в прохладное место или в яму там копать надо, потому что иначе подальше еще от муравьев. Первое, чтобы это, бутылку, бутылку собираем, проязи делаем, чтобы она дышала, там, травку может она напихать, хотя она потом проблематично с этой травкой тут доставать. Просто можно, саранча-то другую еще может пожирать, вот, если попадаются муравьи, муравьи то же самое, значит, сжирают нашу саранчу, поэтому, как ее хранить, довольно-таки проблематично. Вот, в каком-то прохладном месте надо. Но саранча, но саранча, это лакомство для сома. Просто мы ловим со дна, или мы ловим там в пол воды, на квок или на донке. Лакомство для сома, это просто офигенное. Червь, также, да, надо хранить его в холодильнике, на червя ловить, на кучу, на большую кучу, на большой шматок червя, это самое офигенное, сом это хорошо любит. Дальше еще рак, раковая шейка. Раковая шейка, это тоже лакомство для сома, но не всегда, значит, по какой-то причине она работает. Иногда она прям выстреливает, иногда сом ее обожает, но бывает, что просто раковая шейка молчит. Живец. Ноживца, я лично ничего не поймал в своей практике. Некоторые квачатники, самятники, используют и окуня, и жерешонка, и селедку, и вырезку используют, там, от селедки. Все это я пробовал, никакого результата у меня не было. По какой причине, я не знаю. Ну, не ловил ни разу, ни на живца, ни на вырезку, ни на что, ни на чего. На выше перечисленное, на ранее перечисленное, на это все ловил. Дальше что? Люди еще используют, там, хозяйственное мыло, там, как-то подвешивать, тому подобное. Вот, такие даже еще есть байки. Сам не ловил, не знаю. Печень, куриная печень. Здесь сам не ловил, хочу попробовать. И вот для этого взял вот такие вот эти вот, типа мешочки. Вот. Но в интернете видел, это говорят, что лакомство для сама просто божественное. Вот. Тут и ловят, опять же, на покупную селедку, тоже можно набивать. Значит, селедку, прям, которая, там, ну, в запайке продается. И вот, говорят, на селедку тоже ловится. Буду тоже пробовать. Потом, значит, рапан, червь, значит, кузнечик, а, лягушка. Лягушка. Как же лягушку мы не забыли? Лягушка. На лягушку тоже зачастую сом ловится. Лягушка, живец, печень, куриная, селедка и тому подобное. Что еще? Вот. По шнуру, основной шнур, основной шнур, наверное, можно еще сказать, основной шнур, это, наверное, да пофигу. То есть, главное, чтобы он был прочный. Пусть он будет хоть 0,23, пусть он будет хоть 0,28, пусть он будет хоть 0,32. На поклевку это не влияет. То есть, тут просто основной шнур, его сильно толстый, нельзя использовать, потому что мы много не намотаем на мульт и это будет некомфортно в ловле. Поэтому, наверное, самый оптимальный вариант это что-нибудь 0,26. Может быть, там, не знаю. Что 0,26, наверное, самый оптимальный вариант. 0,28, не знаю. 0,26, наверное. А так можно и 0,23 использовать. По сути, мы ставим 0,23. Вот сейчас перейду еще раз к спиннингам. Вот спиннинги взял, да, от Sportax. Они подойдут и для троллинга, скажем, ну, не для лайтового, но подойдут. Хотя, вот специальная палочка Самовия Catfire с тестом 170-300 грамм. Опять же, 170-300 грамм. Но она довольно-таки такая нежная. Вот. Ее можно использовать и под не очень крупные троллинговые приманки. Так вот, чтобы нам использовать как универсал, то есть мы на мульт наматываем, ну, 0,23, скажем так. Ну, край 0,25, наверное, ну, может даже 0,26, бог с ним. Вот. И можно троллинговать. Вот. Троллинговать и квочить. То есть это как универсальная катушка. И универсальная у нас будет уже уже снасть. Поэтому плетня, плетню, плетню особо никогда на основную сильно не заморачивался. А вот поводковый материал, который у нас, значит, уже отвечает за непосредственно за перетертость. Перетрет его сом, не перетрет его сом. Оборвать у нас основную леску не оборвет. А вот здесь уже нужно как раз потолще, чтобы сом не перетер у нас ее. А здесь нужно использовать или какие-то просто капроновые шнуры, веревки, скажем так, не сильно толстые. Или использовать ту же самую плетеную леску или какой-то поводковый материал с нагрузкой где-то 50-60 килограмм. Возможно, даже там до 70 килограмм. Ну, вот я говорю, у меня Аковские есть до 60-50 килограмм. До 65, по-моему, я их использую. Есть импортные, есть специальные поводковые материалы. Я считаю, что на это тратить сильно деньги не надо. Можно взять просто, я говорю, супертолстую плетню с нагрузкой где-то 60 килограмм в среднем. И вполне это будет достаточно. Можно использовать толстый монофильный поводок ставить. Опять же, флюрокарбоновый какой-то. В свое время я использовал косички. Но потом все равно вернулся просто к толстой плетне. Все, наверное, друзья мои. Вроде бы так поверхностно все рассказал. Если какие-то вопросы будут, пишите в комментариях. Постараюсь на них ответить. Всем рыбацкая и жизненная удача. Всем пока вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова